Приветствую вас! Смотрите, какая у вас получается ситуация. Проблема может быть как и у вас, так и у вашей мужа. Например, у него могут быть обиды на вас, что вы смотрите фильмы на ютубе, тогда как он, например, хотел бы с вами, например, пообщаться, с вами провести время. То есть когда-то он хотел так проявить себя, а вы ему не позволили, например, вы его оттолкнули случайно. Даже не думая о том, что вы можете причинить человеку боль. И вот это же дело, вы об этом не поговорили, и теперь он вот так вот себя ведет. Проблема может быть в его, например, поведение ситуации на работе. То есть его что-то расстроило там на работе. У него могут быть трудности сейчас. И вам нужно стараться понять, что у него произошло, и не общаться криком на крик, а наоборот спокойно сказать, что я тебя понимаю, любимый. Я вижу, что у тебя проблема, я хочу тебе помочь. Давай поговорим об этом. И так далее. Чтобы человек высказал вам свою основную претензию. Понимаете? Потому что это может быть обиды на вас, это может быть обиды на себя за все, это может быть какие-то еще проблемы. Но правда заключается в том, что без обглаживания углов, в данном случае, без того, чтобы не отвечать своему мужу тем же самым, то есть агрессии на агрессию, вы проблему не решите. И тогда я хотел бы уже теперь спросить вас, что вы готовы сделать для того, чтобы ситуацию мы будем как-то разрешить. Что вы готовы сделать для того, чтобы она улучшилась? Готовы ли вы, например, в какое-то время потерпеть от мужа поведение такого рода тяжелое и так далее? Также хотелось бы, чтобы вы проанализировали то, с какого момента началось подобное поведение вашего мужа. То есть вы говорите, что он приходит домой в плохом настроении. А уходит он домой в каком настроении? А проводите ли вы время вместе? Когда вы в последний раз, например, что-то делали друг с другом совместно? Когда вы в последний раз, например, выбирались куда-то или просто проводили вместе время? То есть вот эти все моменты нужно проанализировать, чтобы понять, какая именно проблема гложет вас и вашего мужа. Ну, вполне возможно, что именно вашего мужа, не вас. Но и у вас тоже есть некоторая, наверное, проблема, потому что вы говорите так, что мужчина вот приходит домой, и он в плохом настроении, и он в плохом настроении вам. А вы считаете, что как должно быть? Что он не должен вам в плохом настроении? Или вы считаете, что он не должен кричать на вас? Может быть, и не должен. Я с вами здесь не спорю. Это не совсем правильное поведение, не совсем мужское поведение. Но и вы постарайтесь понять, что если ему плохо, если у него какие-то обиды, то когда он кричит, это хорошо. Это идёт выражение негативных эмоций. И если мы говорим о выражении негативных эмоций, то это защищает вашего мужа от куда более тяжелых последствий его проблемы. Так что здесь нужно постараться всё-таки отместить с пониманием. Но при этом нужно чётко определить, готов ли муж конструктивно решать проблемы свои, которые есть у него, или проблемы ваши, которые есть в целом у вас. Потому что если, например, нет, то здесь нужно говорить своему мужу о том, что вас такая позиция не устраивает, что вам не нравится, что он не общается ни с вами, ни с детьми. И что если он не захочет ничего менять и будет вести себя так, то вы, соответственно, будете принимать меры и вы, соответственно, будете как-то вот отдаляться от него, да, и впоследствии, может быть, даже начать жить отдельно или развестись. Но пока это всё выглядит так, что мужчина испытывает некоторые проблемы у себя на работе, скорее всего. Плюс, он имеет какие-то беды на вас. И нужно анализировать ваше поведение, в частности, почему вы смотрите видео на YouTube, а не проводите своё время с ним. И также нужно анализировать ваши позиции оба, обоих. И вашу позицию как женщины по отношению к нему, и его позицию мужчины по отношению к вам. С тем, чтобы понять, где в этих позициях наблюдаются неверные шаги. И вам, как человеку, который первая проявляет инициативу, нужно будет эти шаги исправлять. И исправляя эти шаги, вы даёте шанс своему мужу делать тоже что-то на пути к тому, чтобы отношения нормализоваться. Но, на самом деле, проблема может быть серьёзная достаточно, а информации вы дали очень мало. Поэтому здесь только полный анализ, хотя бы ваш, то есть, чтобы вы его сделали, прям посудили, подумали как следует. И у меня тогда приняли решение относительно того, что вам делать и как. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.